Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, мне тут замечание сделали, Илья, значит, кликбетное название ролика. Не отключает, а готовит к возможному отключению. Это то, что я написал, Центробанк отключает карты визы и мастер-карт. Ребята, если Путин говорит, что не будет, и Медведев тоже говорит, не будет повышения пенсионного возраста, то оно будет, да? Да, вот, если они собираются только, значит, отменить вот эту визу и мастер-карт, они точно отменят, это гадалки не ходят, поэтому я уже говорю заранее. И вот сейчас, я вот думал-думал, я назову вот этот ролик своим именем. Значит, дочь Путина программирует человеческое сознание. Не туда, смотрю, я здесь. Вот прям так она зовут, дочь Путина, Катерина Тихонова, ее зовут, программирует человеческое сознание. Подсознание. Смотрите, вот в эфире Екатерина Тихонова. В пятницу вечером телеканал «Россия» дал отличный повод для рассуждения гаспирологов. В пятничном выпуске «Вестей» впервые появилась предполагаемая младшая дочь Владимира Путина, директор фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова. В сюжете... Почему Катерина? Катерина Измайлова, Катерина Тихонова. В сюжете рассказывается о разработанной инопрактикой технологии, позволяющей программировать человеческое подсознание с помощью контроля над электрическими сигналами мозга. По словам ведущего, эти разработки помогут подготовить современного человека к профессиям, востребованным в будущем. О, ребята! Это знаете, что я вам хочу сказать, да? Вот в это я не верю. Это фильм был такой. Газонокосильчик, помните? Он там жжжжжж так вот. На него что-то электроды какие надевали или что? Ну, газонокосильчик, помните, да? И вот он вообще там... Все науки проходил за два часа. Вообще все, которыми, значит, человечество владело. Ну, в общем, вот это чухня, ребята. Всё, что касается науки и техники, это полная чухня. Почему? А потому что следующей моей новостью будет созданный в Сколково прототип Ариотакси упал в сугроб меньше, чем через минуту после начала первого испытания. Прототип обошёлся 12 миллионов рублей. По замыслу авторов проекта изобретение должно перевозить до 4 человек на скорости до 250 км в час. Куда же он их отвезёт-то? Полноценный запуск Ариотакси запланирован на 2020 год. Во! Вот почему я говорю, что это всё чухня. Вот сына практики с этой. Просто они бабки зарабатывают и всё на вас. Так, ну и что? Вот это знаете, кто это? Дебел вот такой сказал. Вот Гришка подтвердит. Ой, а как подготовиться к большому, большому чё, кризису? Где больше всех воруют? Больше всех воруют, оказывается, в водочном предприятии. На этой неделе Федеральная налоговая служба впервые опубликовала в открытом доступе данные о налоговых недоимках полутора миллионов российских компаний. До 2016 года эти сведения считались налоговой тайной. Но уже не считается. Топ-10 крупнейших неплательщиков. Главный неплательщик – это лидеры водочных заводов. Они занимают 5 мест в топ-10 списка. И сумма их неплатежей – 27 миллиардов рублей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Владелец Маршанской, это табачная, да? Уже, ну там дальше чуть-чуть. На 15-м месте владелец Маршанской табачной фабрики Андрей Метальников получил почти 4 года колонии за то, что занижал в отчётности объём производства сигарет в 15 раз. Ребята, я работал менеджером по продажам на водочной фабрике. Вы можете не поверить, да, но я работал, действительно, в Дмитрове есть такой ПППП, так оно называется, ПППП, предприятие по переработке пищевых продуктов, что ли, как-то так вот, пищевой продукции, вот, а по сути, это творочный завод, перерабатывают там, и вот, в принципе, они вот так просто, значит, вот по магазинам, они мало продавали, они в основном по точкам, вот по частным продавали, все, ну, я сам, я работал, я знаю, Ваш доктор где только не работал, вот, так что, ну, в 15 раз сигарет, водки тоже можно в 10 раз меньше сделать, ну, показать, что ты продал там, допустим, 100 миллионов бутылок, а на самом деле ты продал их миллиард, и не хватило все равно, это, этот вот ПППП, он на празднике, на 9 мая вытастрил бочку водки, и всем желающим наливал по рюмочке, вот, очередь выстраивалась, ну, вот так вот, такие дела, потом, там так, значит, Потом директор разбился на этом самом, на снега, то ли на снегоходе, нет, на водном этом, джетске, джетске, да, там озрица такое было, да, вообще вот пустой, а он умудрился на нем разбиться, и взорвали эту, главную бухгалтеру тоже, молодая баба, вот она мне туда и устроила, хорошая девчонка, Ладно, это, все это у меня, если я буду сейчас с вами воспоминаниями заниматься, у-у-у-у, ироничный медведь Антон Орех, о чем он говорит, а, ну, это Единой России тут прославляют, Штаб Единой России провел мозговой штурм, и получилось, например, что члены должны быть скромными, я вам об этом уже говорил, они создали кодекс какой-то, да, Вот эти парни с мигалками, портфельми из крокодиловой кожи, с дворцами и наделами призывают к скромности, к скромности, да, еду твою, мракобесие, да, правильно, мракобесие США обвинили Россию в химатаке в Сирии и разбомбили больницу, да, там в Сирии до сих пор, вот Путин как сказал, мы там не будем воевать, да, мы там только это вот, инженерные войска туда-сюда помогают, Бедным сериякам, вот, да сериячились уже, причем здесь Россия, Трамп уходит из-под колпака Мюллера, а, Трамп назначает нового генерального прокурора, ну, у нас свои терки, ребят, но все равно, Америка всех победит, не переживайте, даже самая себя, Путин утвердил о подделении российской нации, к ней относятся только 84% россиян, о как, и, значит, здесь вот, Представитель российской нации должен соответствовать всего двум требованиям, быть гражданином РФ, обладать гражданским самосостоянием, общероссийской гражданской идентичностью Я думаю, тут вообще, может быть, 5% в это дело войдут, потому что здесь вот самосознание проверяется, осознаете ли вы принадлежен к своему государству, осознаете ли вы свою ответственность за судьбу страны, осознаете необходимость соблюждения, соблюждения, соблюдения гражданских прав и обязанностей, Вы привержены базовым ценностям российского общества, а какие в России базовые ценности? Патриотизм, проверьте, все ли эти ценности вам близки, патриотизм, служение отечеству, семья, созидательный труд, гуманизм, социальная справедливость, пальцев не хватает, взаимопомощь и коллективизм Слушайте, какая чухня, начали с аэропортов и дальше повзрастающие То эти создали облик строителей коммунизма, эти медведевцы-то, как их называется, партия-то, ядрос Вот сейчас вот уже Путин что-то начинает вообще выяснять, а кто живет в России? Россияне ли там живут? О, ребят, это скоро кончится, это не, понимаете, вот я просто знаю, да, как врач, психоз долго не продолжается, истерика долго не продолжается Вот он бросится на пол, постучит ногами, а потом, когда все уйдут, разойдутся, никого нету, сразу успокаивается Вот это то же самое, пока их кто-то слушает, а потом, когда вот так закроют интернет, да, и вот рассказываете только по телевизору все До свидания, доктор Влад, с вами